Привет, друзья! Привет, YouTube! Здравствуйте, дамы и господа! В этом видео я затрону такую технику, такой стиль живописи, как поп-арт. И давайте немножечко погрузимся в историю поп-арта. Итак, что же такое поп-арт? От английского слова это популярное или естественное искусство. Поп-арт это направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 50-х-60-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Фактически это направление в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество. Существовало два вида поп-арта, то есть изображали его несколько по-разному. Есть направление американский поп-арт и есть поп-арт британский. В Америке поп-арт развивался иначе, чем в Великобритании. В Штатах поп-арт был реакцией художников. Его появление совпало с возвращением к живописи жестких контуров. Авторы использовали безличную приземленную реальность, иронию и пародию, чтобы обезоружить личную символику и живописную раскованность абстрактного экспрессионизма. Поп-арт в Великобритании, хотя использовал иронию и пародию, оставался более академичным. Британские художники сфокусировались на динамичных и парадоксальных образах американской поп-культуры. Среди европейских художников, создававших произведения поп-арта, такие личности, как Пикассо, Дюшан. И один из самых заметных персон в истории поп-арта и современного искусства в целом – это Энди Уорхол. Все вы, наверное, видели портрет Мерлин Монро знаменитый. Также известные художники, которые работают в стиле поп-арта – это Кит Харринг, Дэвид Хокни, Джаспер Джонс, Рой Фокс Лихтенштейн. Вот, собственно. Друзья, ну в целом, что я могу сказать про эту технику, как ее вижу я? Скорее всего, это совмещение, такое живопись совмещенная, то есть совмещенная графика с живописью. Здесь присутствует графическое изображение, которое впоследствии оно раскрашивается просто в самые яркие, красивые цвета, чистые цвета. Вот, как вы видите, я пишу портрет в стиле поп-арт. Кстати, направление поп-арт, оно растет, оно развивается. Вот, и как мне кажется, что пользуются популярностью именно портреты в этом стиле. До сих пор актуальны, до сих пор востребованы. Вот, поэтому я решила, собственно, написать такой портрет. Это девушка, девушка с розами. Вот. Для этой техники, как мне кажется, лучше всего подходит акрил, потому что акрил быстро сохнет, и мазки получаются более чистыми, цвета получаются более чистыми, более открытыми, что ли. Я использую в данном видео акрил, хотя можно писать и маслом, и гуашью, наверное, тоже можно. Но акрил, мне кажется, лучше всего подходит. Вот. Так как же писать такие работы? Ну, давайте я расскажу вам. Первый слой, первый слой наносится, в общем-то, делается обязательно рисунок, набросок того, что вы изображаете. Это, кстати, могут не обязательно быть портреты, это могут быть фастфуд какой-нибудь, флаги, там, всевозможные. В основном это предметная, конечно, живопись, как мне кажется, но она уже развивается, и уже может перерасти даже в какую-то еще живопись, там. Допустим, Хокни рисовал пейзажи, бассейны свои любимые, там, вот. Кто-то рисовал, не помню, кто из них, Джаспер Джонс, по-моему, если не ошибаюсь, то флаги рисовали. Уорхол рисовал банки с супом и портреты, в общем, ну, то есть, такое направление, можете выбрать абсолютно любое, не обязательно рисовать портреты. Итак, что здесь, как я пишу, допустим, в этом стиле, да? Акрил, я развожу жидкоакрил, выбираю, кстати, 5 цветов, 5 основных цветов, это желтый, красный, синий. Белый и черный дополнительно. Вот, для графичности нужен обязательно белый и черный. Так вот, краски разводятся жидко на первом этапе, делается набросок, эскиз, набросок, рисунок, карандашом, потом этот рисунок раскрашивается попросту. Вот, первый этап, это лисировочное нанесение краски, то есть, полупрозрачными красками предварительно наносятся цветовые пятна, то есть, вы как бы накидываете предварительное такое расположение этих цветных пятен. Дальше, когда это все просыхает, высыхает краска, вторым этапом уже краски я разбавляю с белилами, то есть, желтый с белилами, красный и синий с белилами. И наношу уже более конкретно на те места, которые, ну, я считаю нужными, да. Вот, третий этап, это нанесение уже чистых, ярких таких мазков, то есть, синий, желтый, красный, наносится поверх высохших уже, высохших до этого двух слоев, как бы, именно мазки, чтобы показать вот это движение немножечко, как бы, вот. Вот, и также на третьем этапе это уже проработка мелких каких-то деталей, ну, вот в данном случае здесь глаза, брови, зрачок, губы, вот. Вот, то есть, все это уже на последнем заключительном этапе прорабатывается. Ну, вот я пишу здесь розы. Розы я выбираю несколько оттенков, кстати, красного, не только один красный, там и холодный красный кармин, и алый красный, вот. Вот, в тенях, в розах я добавляю, допустим, чтобы затенить, я могу в красный добавить капельку синего, получается такой, или черного, то есть, выбирайте, как вам больше нравится, да. Вот, и рисую немножечко теневые у лепестков, да, тень, короче. Вот, потом я тут посмотрела, посмотрела и думаю, а почему бы не написать мне тень синюю, просто вот синюю чистую. Ну, и взяла синей краской и добавила прям синюю. И это хорошо сочетается, кстати, с портретом, это получается очень ярко, в общем, в стиле все как надо, в стиле все по партам, вот. Ну, и потом немножко высветляюсь с белилами уже, чуть-чуть прохожусь по лепесткам роз, чтобы высветлить, в общем-то, и получается вот так цветы. Ничего сложного, абсолютно, цветы рисуются абсолютно так полуабстрактно, без особой такой прописки. Как бы намек, что это роза, это понятно, что это роза, и все. Ну, вот. Ну, и в самом последнем и заключительном, наверное, этапе все-таки я просто закрашиваю потом фон, волосы немножко прорисую, и все. И мой портрет будет готов. Вот, волосы у меня здесь, видно, не записалось, как всегда, как обычно, но там тоже ничего сложного. Вот. Я думаю, что у вас, это не совсем, не сложная техника. Если соблюдать последовательность нанесения краски, то, в общем-то, все получится. Главное здесь, чтобы мазки были чистые, цвета были чистые. Вот здесь, может быть, у меня, не знаю, не очень видно, но на самом деле эта картина очень яркая. Прямо такая поп-артовская. Друзья, я на этом буду завершаться. Я с вами не прощаюсь. Я желаю вам всех благ, хорошего настроения и вдохновения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok